Приветствую вас. Если честно, я не совсем понимаю, в чём ваш вопрос. То есть, вот вопрос вы свой написали, но по факту, по факту, именно вопрос звучит у вас только так. Могут ли его чувства вернуться? Могут, конечно. Просто потому, что это возможно. И всё. Что ещё? Какой ещё у вас вопрос, Ольга? Вы пишите, мы были вместе три года. Я часто капризничала, обижалась, он пытался мириться. Знаю, это всё неправильно, я уже записал психологу, буду это себе менять. Ну, вот если вы записались к психологу, если вы действительно собираетесь это всё менять в себе, то сейчас вы говорите обо всём с позиции, вот той позиции. Ну, такой, достаточно деструктивной позиции. А если вы поработаете с психологом и поменяете в себе то, что хотите поменять, например, не будете обижаться, например, вот, не будете капризничать там и прочее прочее. Вот, то уже будете смотреть вы на всю эту ситуацию несколько с другого угла, несколько с другого контекста. И как будет ситуация развиваться, тогда для меня большой вопрос, на самом деле. Вот. Так что, если вы правда решили начать работать со специалистом, то это прекрасно. Это великолепно и здорово, что вы решили это делать, вот. Ну, нужно понимать, что сейчас вы видите и воспринимаете всю эту ситуацию исключительно вот с такой точки зрения, которая у вас имеет место быть. То есть, вы видите ситуацию вот именно с этой точки зрения, именно с этой позиции. Вот. И, как мне кажется, ну, вам недостаточно сейчас тех изменений, которые, вероятно, уже начались у вас для того, чтобы лучше, понимать, что происходит, что происходит с вами, между вами и так далее. Дальше. Так, значит, я часто капризничала, обижалась, так, он говорил, что может долго терпеть и не обижается, но при этом у нас были хорошие отношения, то есть, как-то, вот, логической связи между предложениями я здесь не вижу. То, что он говорит, что может терпеть долго, ну, такое ощущение, что вы ловите его на слово. Такое ощущение. Недавно я целый месяц с ним не общался, потому что он нарушил обещания, он и раньше их нарушал, уходил и пропадал часами, а я обижался, что он даже не звонил. Ну, здесь, на мой взгляд, есть прямое непринятие человека, таким, какой он есть. То есть, я не говорю о том, что это хорошо и здорово, что он нарушал обещания, потому что, ну, это никогда не бывает хорошо, конечно же. Вот. Но, если такая ситуация имела место, по сути, то вы, получается, просто отказывались мужчину принимать таким, как он есть. И каждый раз, как бы, ждали, что он все-таки, ну, не будет своих обещаний нарушать. И вы игнорировали, получается, вы игнорировали то, что вас это задевало, вы игнорировали то, почему вас это задевало. Хотя, на мой взгляд, это очень важная история, на мой взгляд, это очень важный момент, почему вы обижались на то, что он так поступал. То есть, смотрите, мы не оцениваем его, именно его позицию, мы не оцениваем именно его действия, мы не пытаемся оценить их. Но для нас очень важно понять причины вашей обиды, чтобы отдавать себе отсчет в том, что происходит, какие это вызывает у вас переживания и почему. Дальше, так, в этот раз было так же, я обиделась и тратила доверие к нему. Ну, опять же, да, обиды это определенные ожидания. То есть, я могу сказать, что ваша обиды это следствие неудовлетворенности ваших ожиданий. Соответственно, здесь нужно задать себе вопрос, о каких конкретных ожиданиях идет речь? Ваших ожиданий. Далее доверие. Очень важно, на мой взгляд, опять же, понимать, что доверие, само по себе доверие строится не на отношении человека, а на отношении именно к себе. То есть, как вы сами выстраиваете отношение к себе, как вы сами относитесь к себе, насколько вы себе, образно говоря, доверяете ли вы себе, полагаетесь ли вы на себя, можете ли вы положиться на себя. На этом выстраивается доверие. То есть, вы в чем-то себе не доверяли, получается, а от мужчины вы пытались, по сути, просто дополучить вот то, что вам, ну, то, что вам нужно. Дополучить вот эту вот какую-то, ну, может быть, стабильность, определенность, да, которой вам, вот, в силу, ну, ряда причин не хватало. Дальше, значит, так, ждала, что он попробует поговорить, мы обсудим все. Видите, здесь перекладывание ответственности, то есть, вы ждали, что он поговорил, а сами говорить не хотели. Вот. Он не спрашивал и сделал вид что-то, что ничего не происходит, это обижало еще больше. Опять же, здесь вы, по привычке, не желаете брать ответственность только за свою ощущение. Это обижало еще больше. Когда вы говорите, это обижало еще больше, вы лукавите. Вы обижались еще больше, потому что ваши ожидания не оправдывались. Неделю назад он сказал, что не чувствует ко мне больше любви, чувствует только благодарность и уважение. Ну, по сути, вы продемонстрировали ему свою зависимость от него. То есть, вы демонстрировали, что вы зависли от него, вы демонстрировали, что вы слишком неустойчивая система сама по себе, что вам для того, чтобы чувствовать себя как-то комфортно, нужно, чтобы мужчина вел себя определенным образом. Для этого он чувствовал определенное давление и поэтому любовь как таковая у него прошла. Хотя, не исключено, что это не любовь прошла, а просто защитная реакция на такую вот сверхгидроответственность, которую вы пытались ему прижить. Так, хочет попробовать жить отдельно, так, от меня. Хотя ему очень нравится жить со мной, ему очень уютно и хорошо со мной, это его слава. Ну, здесь у меня тоже ощущение, что вы перекладываете ответ. Ну, типа, это он сказал, а он сказал, я его, типа, язык не тянуло. Что то, что ему сложно уходить, скорее всего, из-за привычки жить со мной. Это правда, правда, вы давали ему определенное количество, количество позитива, плюсов и так далее. Тем более, три года это срок немаленький. Ну, хотя, говорил, что не хочет приставать общаться, что хочет дружить. Но это, опять же, связано с тем, что вы не перестали вызывать у него отторжение целиком. А отторжение, скорее, начало вызывать только определенные, определенные моменты, определенные составляющие. Вот. И отсюда его нежелание полностью прекращать с вами взаимодействие. Конечно, конечно же. Вот. Дальше. Неделю, так, уходя, говорил, что... Так, мы, правда, хорошо общались, между нами была дружба. Ага, нам было весело, если бы не мои капризы, конечно. А из-за чего капризы? Уходил я со слезами, очень плакал, совершенно с ними естественно. Первые три дня писал утром, доброе утро, как ты, а со вчера пересидал. Подавчера написал отдельную мысль лекции, проще отгородиться от мыслей. Я не знаю, что думать, а вы, простите, когда он уходил, вы считали, что это временно или что? То есть, у меня такое ощущение, что вы рассчитывали на то, что он уходит не навсегда, когда он уходил. То есть, у меня такое ощущение, что для вас стал вот неожиданностью тот факт, что он вам пересидал писать. Так что вы ожидали, что он писать, как бы, ну, продолжит. Ну, вот. Если так, то, опять же, на мой взгляд, очень важный момент, что вас, вот, ну, что вас в этой мысли утверждало. То есть, почему вы считали так? Именно. Вот. Вы пишите, не знаю, что думать. А что вы думали до этого? Могут ли его чувства вернуться? Могут. Глупо, наверное, на это надеяться. Может быть и глупо, но вы и надеетесь. И будет лучше, если вы признаете свою надежду. Так. Дальше. Я не... Так. Потому что я знаю, так как у нас было уже нельзя, но я готова была строить данное отношение. Вы не можете заново строить отношение. Это неправда. Это иллюзия, что отношение можно построить заново. Это иллюзия. Нельзя. Именно заново отношение построить нельзя. Вы можете извлечь какой-то опыт, вы можете как-то иначе, по-другому смотреть на обстоятельства, на ситуацию. Это все вы можете сделать, но заново строить отношения нельзя, потому что и у человека в том числе, и у человека в том числе тоже есть опыт. Есть опыт, понимаете? И этот опыт, он, ну он никуда, он никуда не уйдет, этот опыт. Ему никуда не деться этому опыту, понимаете? Вот. А вы, вот, как бы игнорируете то, что этот опыт имеет место быть. Ну, на мой взгляд, опять же. Дальше. Так. Даже к семейному психологу записала нас с его согласия. Ну, как-то мне кажется, что вы здесь из крайности в крайность. Сперва вы обижались и тянули одеяло, образно говоря, на себя, а потом вы просто развели бурную деятельность насчет того, чтобы обращаться к специалистам. Так что я вот не очень, не очень понимаю, да, я не очень понимаю, вы вроде как записали сами к психологу, вы сказали, а теперь выясняется, что вы к семейному психологу записали. То есть, как-то вот, это, ну, тоже не совсем, не совсем, на мой взгляд, вообще, понятно. Вот. А что вы имеете в виду здесь, но суть, суть все равно заключается именно в этом. То, что, ну, вы хотели это сделать для того, чтобы отношения наладить, а не поменять самой. И, возможно, мужчина это чувствовал. А дальше, потом он сказал, что не ведет, что это поможет и думает, что сможет найти любовь в душе ко мне. Ну, это похоже на защиту. Ага, у него своих недостатков хватает, но я считаю, что с этим нужно работать. Ну, это ему решать, Ольга, нужно работать с его недостатками или нет. Я не хочу бросать все и бегать каждый раз, искать идеал. Угу. Ну, надо сказать, что идеал искать и не нужно, потому что идеала нет, у всех есть недостатки. А вот то, что, по вашему мнению, строить отношения тяжело, это факт. И строить отношения тяжело, опять же, из-за того, что вы отношениям придаете, на мой взгляд, чрезмерное значение. То есть, отношения для вас слишком значимы, вот, слишком значимы отношения для вас. Именно поэтому вы не хотите искать, именно поэтому вы не хотите искать, потому что вы понимаете, что вам тяжело, понимаете, что вам трудно будет это сделать. Вот, построение отношений для вас, это, по сути, работа. Именно. Хотя, на самом деле, это не работа, а это просто вполне себе такая естественная позиция, естественное поведение. Вот, другое дело, что для вас это естественным не является, вот, к сожалению. И вот с этим, возможно, имеет смысл заработать, с тем, почему отношения для вас являются чем-то, чем-то сложным. И вот вы говорите, что я не хочу терять все и бегать искать идеал. То есть, вас волнует не столько сам мужчина, сколько то, что в случае, если у вас не получится построить отношения, в случае, если вы расстанетесь, то вам придется заново что-то делать. То есть, ну, это, опять же, вы думаете здесь о себе, а не о нем. И возникает вопрос, а насколько вас сам мужчина интересует, насколько вас сам мужчина волнует. Вот, понимаете, какая штука. Вот, я думаю, что, примерно так, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот, я надеюсь, что это было вам полезно, я надеюсь, что вы задумаетесь о своих ценностях, о своих ориентирах. Вот, и уже дальше будете двигаться в этом направлении, а не в направлении, в котором двигаетесь сейчас, что является откровенно деструктивным для вас. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok What ruim 7 2